Девушки отдыхают На Тихой Бакинской улице ко мне подошел бы человек и сказал, знаешь, ты будешь жить в Москве, в России, ты поменяешь имя, тебя будут звать Василий, ты станешь православным, ты напишешь книгу о русском языке, и эта книга выйдет по благословению святейшего патриарха Московской миссии о Руси. Сегодня, размышляя о многом, что со мной случилось за эти годы, я совершенно ясно даю себе отчет, что попечение Божие обо мне началось очень давно. Жизнь Василия резко изменилась 17 лет назад, когда он, все бросив, уехал из Баку в Москву. Для многих поколений бакинцев это было время трагических перемен, связанных с распадом Советского Союза. Василий, еще недавно такой успешный и благополучный, лишился всего. Если заглянуть в родословную нашу, а ее мне оставил дед мой покойный, то я даже знаю человека, который положил начало нашей фамилии. Это был сотник, очень отчаянный человек, который в бою потерял один глаз, его звали Рзабек. И его имя положило начало нашей фамилии, Рзабекова. Я очень хорошо запомнил своего деда. Это отец моего отца. Он закончил гимназию царскую. Был в числе выпускников первой школы красных командиров, хотя был потомственный дворянин. Его отец, мой прадед, о нем я знаю только по воспоминаниям. Его очень чтут в нашем роду. Очень красивый, умный человек Алисултанбек Рзабеков. Он служил царю, последнему русскому царю. Он был переводчиком у царского навесника в Туркестане, где одной из его жен, у него было несколько жен, как у мусульманин, одна из жен его была племянница Эмира Бухарского, царского рода. Ну, наверное, мангалоид ощущается, да? Прабабка все-таки узбечка из Ферганской долины. Больше всех на свете Василий любил бабушку, маму отца. Она очень рано заменила мальчику мать. Его родители расстались, когда ребенок только родился. Самый интересный человек в жизни моей, это вот бабушка, которая смотрела на меня, как русский на своего бога, на икону. Она первая дочь из четырех в семье, отец в семье Сеид Мамеда Ахундова. Вот сама фамилия для Вас это ничего не говорит. А вот на Востоке Ахунда – это настоятель мечети. А Сеид в начале имени говорит о том, что люди, которые носят вот это имя, прибавку к этому имени, их род восходит. На Востоке это очень скрупулезно отслеживается. К зятю и двоюродному брату пророку Магомеда Али. Очень важно, что я родился не просто в Азербайджане, а что я родился именно в Баку и в том Баку, не сегодняшнем. Потому что в том Баку жило около двухсот национальностей. Все знали свои национальные языки, но все очень хорошо владели русским. Все мужчины в роду Ирзабековых, начиная с прадеда, получали два высших образования. Причем одно из них обязательно было военным. В 76-м году Василий успешно закончил Бакинский институт русского языка и литературы и стал преподавать русский язык иностранным студентам. У нас была очень красивая квартира в семи минутах от Бульвара Приморского. Было очень много книг. Вот по книгам я убиваюсь по сей день. У меня была уникальная коллекция пластинок, в том числе джазовых. Я скрипач, я еще закончил музыкальную школу. Дело в том, что я уехал по той причине, что стало стремительно сужаться вот это русское пространство. Пространство русского языка, русской культуры. А я без этого задыхаюсь, я без этого жить не могу. Если вещи называть своими, это было бегством. Никаких документов. Слава Богу за все. Что вот у тебя было вот так, а вот сегодня у тебя. У тебя когда-то была персональная машина, да? У тебя была такая, у меня была довольно такая должность престижная. Мои дорогие иностранные студенты, они жили в этих общежитиях. Я когда к ним попадал, я так их жалел. А потом судьба сделала так, что и мне пришлось с женой жить в общежитии. А в нашей комнатке в общежитии помещалась кровать, тумбочка и маленький стол. Все. Василий помнит ту степень своего отчаяния, когда все могло бы закончиться трагично. Если бы не одно удивительное событие в его жизни, он познакомился с православием. Это была вера. Я стал заходить все чаще и чаще в православные храмы. Я заходил, а все там было так необычно. Вот рядом шумная улица, да? Люди, машины, пестры. Ты переступаешь этот порог и оказывается совершенно в другом мире. Я со временем даже для себя обозначил, что православный храм, кстати, это у меня чувство возникает только в православном храме, это все называют словом «вечность». Я подходил и целовал, и чаще всех я обращался в Богородицу. Я так просил, чтобы она мне помогла. Она помогла. Со своей второй супругой Валентиной Василий познакомился довольно необычно – на кладбище. Он провожал в последний путь родственника сотрудницы, а рядом в тот день Валентина хоронила мужа. Женщина от горя едва стояла на ногах. Еще мгновение, и она упала бы в открытую могилу. Василий подхватил ее в последний момент. Он сам в то время тяжело переживал развод с женой и расставание с дочерью. Глядя на Валентину, Василий думал, неужели меня никто не будет любить так же сильно? Я бы давно погиб. И в буквальном, и в переносном, во всех смыслах этого слова, конечно, если бы не было ее рядом. Я не смог бы сохранить добрые отношения с большинством людей, и друзей, и родственников своих, потому что у меня есть такая очень плохая черта – я очень плохо прощаю. Понимаю, что за это я получу, и меня Господь тоже, наверное, много не простит. Потому что я ведь не прощаю, да? Такая гневливость присутствует во мне такая. Но она всегда меня прощала. И вот это самое настоящее тихое христианство, которое побеждает только любовью и молитвой. Она всегда удивительно за меня молилась и всегда молится. И я это физически ощущаю. И если я принял в 95-м году это таинство крещения, если я вообще сохранился и физически, и, что важно, духовно, великая заслуга – вот ту, которую меня послал сам Бог. И если говорят, что браки совершаются на небесах, вот этот брак точно. Это от Бога. Вся жизнь тому свидетельства. Потому что семья – это почему-то семья. Но это вообще глупость. А почему не шесть? А люди вот только соединились, их двое – это не семья. На самом деле, это ведь русский язык. Он всегда связан со Христом в Евангелии. Семья – это семя. И это сразу возводит нас к евангельской притче, вы помните, о том зерне. Что если оно не умрет, то оно останется одним. Но если оно погибнет, пожертвует собой, то тогда родится колос. Я беседовал недавно в Екатеринбурге с удивительным человеком, с Хейгуменом Сергием. Мы с ним беседовали о том, почему сегодня в мире так оскудевает любовь. И он сказал мне, вы знаете, Василий, дело в том, что люди не хотят не только принимать, они слышать не хотят о жертве, об этом зерне, которое погибает. А без жертвы нет любви. Просто когда мы говорим «жертва», люди так пугаются, думают, «жертва, сейчас поведу тебя на казнь и оттеку твою голову». Да нет. Я сформулирую для себя, что жертва сегодня, для вас, для меня, мы же немощны очень. Это, знаете, как формула, жертва сегодня – это добровольное, добровольное лишение себя какого-либо комфорта. Немножко не доспать. Сказать жене, вот ты три ночи не спала, ребенок наборил, давай я сегодня не буду спать, да? Ты устал? Давай я сейчас помою посуду. Разве будет о твоей мужественности? Вот понемножечку, понемножку ткать вот этот маленький коврик счастья, коврик спасения. У кого-то носовой платок, у святых получался такой красивый шерванский кровер. Вот. Просто она мой самый близкий друг. Самый близкий, самый сокровенный, самый честный. В русском языке честный – это значит святой. вера христианская дала мне возможность пересмотреть, перелопатить себя и ужаснуться. И человеку очень важно в какой-то момент ужаснуться над собой. Ну, ужаснувшись, не опустить руки, а сказать, теперь давай по кирпичику начну отстраивать. Мы возвращаемся в студию. С вами Василий Дович Ирзабеков и замечательный гостья пиони и композитор Юлия Березова. Язык этот русский удивительный, совершеннейший подарок вот этой великой нации, этому космосу русскому. Это мне когда-то открылось. Я не знаю, почему. Некоторые задают, почему именно вам, азербайджанцу, как так случилось? Мне трудно судить. Я только знаю об одном, что это дар, и дар не бывает за что-то. Ни за что. Я ничем этого не заслужил, этой радости, которой я владел, и которой я стараюсь щедро делиться. Бывает там, куда позовут. Это и первоклассники, это и студенты, это и... У меня было даже отдельное отделение в больнице, в далеком сибирском городске, Усть-Куте, да. Это армия, это тюрьма, это везде, куда позовут. Господь меня сподобил побывать в таких местах, куда спор. Простому спиртному, ну, путь заказа. Мой авторский курс «Русский язык как Евангелие». Оно действительно Евангелие. Русский язык... Евангелие – это благая весть. Русский язык несет в себе благую весть всему миру. Только надо научиться это слышать по слову Христа. Уши имеющие слышать. Вот. Сегодня борьба за чистоту русского языка есть борьба за сохранение чистоты души русского человека. Потому что, когда поганится русское слово, когда оно распинается, а оно сегодня поганится, и распинается всюду. Всюду, куда ни глянь. То это поганится и распинается святая душа русского человека. Вот чем это опасно. В последние времена все четче, осозненнее, вот это фактурнее ощущение вот этой битвы, этой брани, которая идет. И она становится все более ожесточеннее. И, конечно, мне, кстати, часто задают вопрос, а вы не боитесь? Задают. И я откровенно отвечаю, что да, различные бывают ситуации. Я получаю различные звонки, различные записки. письма по электронной почте. Я хочу только сказать, что я, конечно, готов и готов пройти этот путь до конца, что бы ни было. Я не отступлюсь никогда. Потому что мы так часто, православные люди, называем себя воинами христовыми. И если ты не готов пройти этот путь до конца, почему ты тогда воин? Нет. Если воин, тогда надо идти до конца. Вот тот миг, тот рубеж, который ждет каждого из нас, и мы к этому готовимся с мужеством и смирением, оказався на том пороге, ведь нас будут судить по словам нашим, потому что будет судить тот, кто сам есть слово, слово с заглавной буквы. И поэтому надо сохранить, беречь язык, беречь речь, и то слово, которое звучит постоянно внутри тебя и является твоей речью. Потому что из слов Спасителя понимаешь, что вот то, как ты говоришь, то, как ты относишься к своему языку, а язык на древнем языке русском еще и означает народа, вот это все и служит пропуску твоим в вечности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok